вон здрасте наше десятое поле ща мы тут будем развлекаться соответственно мтс к залазим в мтс и отправляем ее эту самую поливать поле да и следом же так как вальтра поедет медленнее и поуже можно следом отправлять вальту и вальтра у нас тоже поехала все нормально сейчас они тут запашут не знаю как много времени у вальтра уйдет на пахоту водятел сказал что около часа час 20 час 30 это так да это около часа у меня так что с этим полем мы разобрались и по сути дела у нас почти все поля готовы к посеву и это классно это действительно здорово далее мы идем на теплички на тепличках нам надо разобраться с тепличками что там по удобрениям по грунту посмотреть чё почем где у нас тут какой грунт заводы тепличный комплекс отработанный грунт выгрузить загрузить обогащенный теперь стал в общем-то весь обновили у нас еще есть 200 кубов обогащенного грунта я бы не сказал что это прям нахера и 700 кубов отработанного нам надо отсюда отработанный грунт вывозить а у нас отработаны кстати мы еще даже не можем поменять вот те здрасте вот те новость ладно поехали за маном точнее побежали нас есть ман который будет без проблем этот грунт отсюда вывозить зря его конечно гараж поставил оказывается ему еще землю возить придется я не думал не гадал и никак не ожидал вот такой вот работенки для него да ладно чё уж поделать раз надо значит надо ладно не буду пока закрывать эту штуку поехали загрузим грунта туда хотя чё загружать мы сейчас валерона туда посадим он будет кататься и вывозить потому что у нас есть валероны все товарищ поехал он справится без нашей помощи у него все будет хорошо мы тогда погнали развлекаться с контрактами брать новую пачку контрактов и ехать семена покупать для этого нам понадобится вот эта вот штука наш урал на котором платформа есть правда вот этот прицеп мы здесь оставим подцепим к нему платформу платформу которая платформа для поддонов вот она здесь стоит сейчас мы ее цепим короче встречаемся на садовом центре точнее даже на бирже контрактов вот она друзья биржа контрактов наше любимое место там где мы берем контрактики посмотрите есть контракт на белый рис она же есть белый рис правильно можем даже выполнить прям сегодня наверное склады нет не склады у нас лежит на заводе на тепличном комплексе белый рис 240 кубов слушайте надо брать этот контракт по-любому не то нажал кстати сколько этот баклажан еще 13 часов осталось нам тогда неустойку жахнут в общем-то контракт белый рис и можно даже чуть-чуть накрутить ему цену и моего продадим по по 724 евре к это это неплохо мне это нравится на же дистанцию отлично 37 часов отлично можно будет даже завтра это делать дальше у нас есть поставка на брус вот это тоже хорошо строительная база хоз мир где она находится заказчики строительная база хоз мир а понятно это просто сортировка просто на поезде или нет нам надо освободить вагон от этого бруса короче если будут свободные слоты для контрактов возьмем на поставку попробуем выполнить далее смотрим контракты лук морковь плов подсолнечник рожь сахар слушать у нас вообще нету ничего нету ничего на на теплице на выращивание теплиц представляете вообще ничего вам клубничка есть где мне показалось не клубника и 130 кубов отлично берем берем клубничку куда же ценник не дает повысить сильно вообще не дает повысить наш насыщенность рынка сто процентов да мы же привезли туда клубнички тоже на жид-станцию общем-то его без проблем вырастим что еще можем взять ладно давайте поставки смотреть может быть по поставкам что-нибудь есть интересное мясо рожь подсолнечное масло в общем-то с теплицами вообще нихрена нету шерсть кстати по поводу шерсти давайте глянем что у нас по поводу шерсти овчарня 113 кубов у нас всего лишь шерсти но 115 будем считать тоже кстати бы неплохо от нее избавиться было бы там был контракт на шерсть я видел он на 155 кубов а если скинуть до 115 то ценник получается придется скидывать тоже неплохо неплохо так придется скидывать ценник но в любом случае лучше чем ничего есть он поставка на 130 кубов но это прям по 3000 прям вообще как-то дешево да ема и сколько тут мотать о 309 3 900 в любом случае лучше чем 300 берем тоже принимаем это есть так по поводу кстати еще риса он же у меня есть на ферме то рис 160 кубов риса есть надо его тоже будет отвести переработать будет как-нибудь на досуге ладно все понятно с этим ну и что у нас получается получается что все ничего интересного когда смотрим контракты на поля есть у нас контракт на рожь причем жирненький 405 кубов его я думаю тоже имеет смысл взять почему бы и нет спиртовой заводик 383 мне нравится берем 32 часа на выполнение нормально так и еще знаете что надо посмотреть сколько мы можем ржи то вырыть режим и можем вырастить 615 кубов но нам надо распределить это как-то по полям чтобы было все четко а еще у нас кстати есть рожь на склады на складе ферма рожь у нас есть 60 будем считать 7 кубов округлим и контракт мы взяли на контракт мы взяли на 405 кубов отлично открываем наш любимый калькулятор потому что без калькулятора никак и 405 отнимаем 67 получается нам надо вырасти 338 кубов ржи соответственно давайте начнем с хорошо удобренного поля шестое поле 132 куба у нас получится минус 132 куба еще 206 надо растить блин это кстати немало значится с восьмого поля мы еще 117 получим еще минус 117 еще 89 нам надо вырастить с 10 поля мы получим 157 минус 157 как-то 68 у нас останется лишних это ровно столько сколько у нас лежит по сути дела на складе ну и ладно в общем-то нормально а еще на все это дело нам понадобится купить семена получается три с половиной куба на десятое поле два с половиной куба на восьмое поле и 3 куба на шестое черт надо тоже калькулятором посчитать все три с половиной плюс два с половиной и плюс 39 кубов то есть до 9 кубов хотя может быть у нас на складе чего нибудь и лежит склады ферма семена рожь где рожь 499 не в любом случае этого не хватит надо брать пять поддонов семян с рожью надо это запомнить у нас остается еще 4 5 поля да вот так вот мы все считаем у нас остается еще четвертое пятое поле есть еще поставка на рожь тоже кстати можно выполнить избавиться от нее можно взять контракт на свою где-то она мне попадалось вот она 160 кубов сои но есть одно большое но так с культура выберите культуру а кстати эту я тут пшеницу считал ржи чуть чуть меньше чем пшеница получается но любом случае там излишков с это самое 68 кубов поэтому все нормально соя сои с четвертого поля мы вырастим 104 куба если будет все прям круто плюс у нас на складе тоже есть соя 34 куба и этого не хватит можно взять поставку и точно не хватит и пофигу а можно просто чем-нибудь засеять и чтобы это у нас было на будущее например рожь куда четвертое поле придется брать еще два поддона семенами ну и ладно давайте все засеем оружие раз такая пьянка лишний контракт брать не будем потому что потому что вот так вот все вот так вот все просто соответственно погнали в садовый центр у нас там ман застрял видимо я там урала так кинул что он мешает ему проехать именно так и получилось сейчас мы тебя отгоним ты проедешь не переживай не на только кричать пожалуйста все давай проезжай проедешь проедет он сюда отработанный грунт привез так соответственно я решил что нам надо пять кубу пять поддонов с рожью первого сорта и еще два поддона на 4 5 поле покупаем 5 поддонов тут больше не влезет до или влезет не вне вне влезет пять поддонов можно максимум купить ну и ладно ща мы их сюда по закидываем на наш суперский урал благо там есть авто подбор хотя можно просто рядом проехать но я не знаю почему мне так нравится вот это вот руками все таскать но почему-то нравится ничего страшного потаскаем я знаете репетиция не гордая так раз два три 4 и 5 до 294 евре к нам дали за отработанный грунт отработанный грунт вообще почти ничего не стоит такая вот тяжелая жизнь соответственно берем еще два поддона с ружью и тоже и грузим опс дружище ты куда провалился твою мать а как он там забагался куда он провалился хрен его знает ладно ща мы просто проедем мимо и я надеюсь что он подхватиться я же надеюсь он подхватиться но пожалуйста он подхватился красавчик соответственно у нас тут еще есть место на 1 2 3 4 на 4 поддона и эти четыре поддона мы возьмем семян у нас же в теплицах вроде как жидкие они семян удобрений так станет а что мне надо заводы тепличный комплекс тут у нас жидких удобрений хватает пока что все хорошо отработанный грунт выгрузить так пока что не дает выгрузить она это логично соответственно возьмем 4 поддона обычных удобрений то есть это 8 кубов и соответственно надо их отсюда выгрузить сразу же садовый центр в загрузить на поддон вот они эти два поддончика загружаем их на урал поддоны с семенами эти прекрасные и соответственно загружаем на поддон еще два которые у нас остались и можно эту менюху даже закрыть и это все дело мы тоже загружаем о красота красота вот теперь можно вести это все дело на базу закрепляем это все дело только ремнями чтобы она не попадала потому что автоподбор автоподбором но я предпочитаю все это возить с ремешками закрепленными потому что это все по фэншую короче погнали выгружать приезжаем мы на базу да и здесь соответственно до разгрузить вот эти вот все наши поддончики отцепляем ремешки и что оно пошло там собираться выгружаться не склады ферма до семена какие-то выгружаются это замечательно тут иногда одни не все работает так как хотелось бы семена удобрений мало на удобрение сейчас появятся но это еще друзья не конец это еще далеко не конец как-то непонятно в какой последовательности эти поддоны разгружаются сейчас удобрения пошли разгружаться через один какой-то шашечками ну да и хрен с ним главное чтобы разгружалась семена пошли семян много сейчас рожей все засадим и будет классно рожь это хорошо будем хлебушек потом печь правда для этого хлебопекарня нужная мельница у нас всего этого нету а хлебопекарня здесь вообще на карте нету так что не будем так высыпалось все так давайте последние семена тоже разгружайте точнее удобрения чего вас сегодня путают а непонятно давай последний разгружайся быстрее во красавчик все оставляем вот это вот вот сюда вот короче все это дело это вот дело мы тоже закрываем без проблем и знаете друзья что нам надо еще сделать нам надо сходить в магазин магазин техники потому что я хочу новую штучку себе купить интересную так как мы сейчас немножко упираемся в поля нам понадобится новая штучка интересная да зря я там закрыл ангар но да ладно давайте сначала сбегаем на поле глянем что там вообще происходит на поле тут уже видно что закончилось у нас удобрения но это быстро случилось это нормально но и знаете ли вот пол поле он уже но не пол поле ладно чё тут пока что запахал молодец красавчик уважаю а мы погнали в магазин купим новую игрушку себе какую-нибудь вот мы пришли в магазин давайте где у нас покупать игрушки вон там у нас вход соответственно чё я хотел купить я хотел купить новую классную сейлку новую классную силу только где не я их что в упор прям не вижу сейлки многие культиватор его сейлки не знаю правда какую есть вариант взять вот такую вот 12 метровую но перед ней придется культиватором ездить есть вариант взять вот такую вот 9 метровую перед ней культиватором кататься не это кстати еще без удобрений у нее бункер такой здоровой даже не знаю наверное знаете что наверное мы возьмём такой вот 9 метровую или нет не хочу 9 метровую ладно которое не надо не культивировать не пахать ничего не надо быть перед ней ну пахать надо будут конечно иногда или 12 метров взять но твою ж мать как какой сложный выбора или сейчас забить на все взять вот это вот 15-ти метровый контур или кондор хрен он знает как он там называется правильно у нас и сеет и удобряет и все классно все делает даже не знаю я но это уже слишком жирно будет для наших полей ладно 12 метров возьмем будем культивировать будем короче развлекаться по полной покупаем вот эту селку и еще покупаем новый трактор потому что у нас по сути дела одна только вальтера может со всем этим делом справиться и что же мы такое классно это возьмем к этому к этой замечательной селки нам надо что-нибудь на 270 кубов ламборгини маловато new holland t8 320 кубов кстати классная игрушка 260 тысяч его стоит дойтс фахар 245 1295 кубов тоже принципе справиться зелененький такой классный а тут вроде если можно движку помощнее впихнуть и он типа черный становится по крайней мере в 19 это точно работала new holland t7 кстати тоже интересная игрушка мне она нравится 50 километров что давайте найдем что-нибудь то что 60 километров в час есть вот опять-таки дойтс фахар и ездит или фэнд фэнд кстати тоже интересный вариант его можно перекрасить более темный цвет не знаю зачем это надо движку на 490 лошадей можно пихануть и поставить на него широкие шины вот так вот мне нравится 319000 возьмем его вот пускай он у нас и будет вот это вот вакханалия которая наше новое приобретение классно придется правда удобрять поля по разу на мтзшки но я думаю что она не расстроится наш мтзшка любит поработать плюс вы мои любимые подписчики подписчики любите смотреть на старую технику почему-то мы соответственно сразу же сюда выставляем рожь первого сорта на будущее чтобы не забыть и везем это все чудо на базу и можно кстати даже запустить его сразу же и в работу будет почему бы и нет правда за кадром придется нормально так поработать моим тракторёхом но и чего они справятся я думаю с такой гигантской штукой реально просто час-полтора на все поля будут уходить не больше реально быстро будет справляться это классно это довольно таки быстро мне нравится когда быстро а еще как я уже сказал у нас новый трактор это тоже классно у нас теперь целых три трактора и два из них крутые и один мтзшка ну в общем то ладно оставим мтзшку пока пускай ездит удобряет чё там раз уж мы решили таким путем пойти мы подумали и я решил вот так вот это выглядело на самом деле в следующий раз у нас кстати развлечений там будет мама не горюй мне уже есть планы на следующую серию так давай-ка заправляйся в нее на самом деле столько семян влазит что ей можно будет даже не ездить заправляться точнее не ну да не ездить заправляться она справится но это кстати и хорошо хотя с другой стороны четыре с половиной куба только на четвертое поле понадобится может быть здесь но здесь пять кубов так что должно хватить 4 5 поле там не очень удобно она конечно вспахана из-за того что она кривовато идет надеюсь спасибо вам такой штуки не будет в следующий раз мы заработаем много денежков кстати да выполним все контракты которые сегодня взяли повозим это все в следующий раз а может быть и на стриме кстати знаете ли на поболтать почему бы и нет покататься все дело повозить здорово будет на крайней мере весело я на это надеюсь начинаем с четвертого поля посев 5 800 у нас семян здесь вылазит охренеть классно там много это здорово и акс все запускаем эту шайтан машину он она раскладывается какая широченная мать твою а классно широченная значит будет быстро работать это хорошо все пошел сеять красавчик просто смотрите сразу реально широченная классно быстро все сделает вот это у нас самое большое поле говорит за полчаса справлюсь как нихер я ему верю кстати остальные поля поменьше там тоже минут по 15-20 у него будет уходить на все с этим разобрались посев у нас пошел в общем-то закончится он скорее всего уже за кадром у меня товарищ поработает тут у нас все пашется все красиво и у нас эти вывеса уже грунт можно зарядить теплички канада на них туда прийти блин какая-то длинная серия наверное получилось да мне почему-то так кажется по ощущениям так теплички да то бишь наш завод тепличный комплекс соответственно отработанный грунт выгружаем до конца что 23 куба теперь там лежит загружаем обогащенный грунт удобрение у нас везде тут хватает еще с избытком у нас есть кстати тут три поддона с баклажанами которые у нас остались с прошлых контрактов которые мы не выполнили и давайте мы их засеем знаете чтобы вот он вырос и лишние баклажаны они никогда не бывают потом когда-нибудь у нас будет контракт на баклажаны не придется их расти для этого вот так вот все пускай баклажанчики растут и утром в 10 утра они вырастут мы будем заниматься в следующий раз не знаю будет стрим это или не стрим может быть серия будет нам надо будет попалась контракты баклажаны у нас к тому времени сгорит мы получим еще минус небольшой рожь мы соберем шерсть у нас уже есть клубника клубнику кстати надо вырастить клубнику я про нее забыл ёшкин кот как же никита ты так то вообще провафлился сколько у нас клубники осталось заводы вот это я хорошо что сейчас посмотрел чуть сейчас время не стал мотать у нас есть девять короче не считается будем считать клубники у нас нету получается чтобы вырастить 130 кубов нам надо засеять пять теплиц а у нас осталось свободных только четыре неужели я сейчас опять провафлил какой-то вот момент когда надо было вот остановиться сколько там по времени контракт на клубнику 36 часов твою мать а так ладно погнали покупаем четыре поддона с клубникой будем надеяться что они вырастут большие прибольшие 32 625 у нас получится с одной теплицы соответственно мы вырастим 4 умножаем это на 32 625 103 а 130 кубов у нас 4 теплиц будет и плюс у нас 10 кубов есть на запас все должно получиться все должно получиться я уж чуть испугался немножко даже это знаете ли по да опять в спешке все это делается так все погнали урал опять-таки едем за клубничкой что-то я все закончить не могу все еще не могу закончить как же так то ладно поехали на на садовый центр закупаемся там рассадой приехали покупаем 4 поддона с рассадой за рассадой клубнички это еще 200 тысяч денег а какой кошмар на что уходят деньги и в какие города да в общем-то цепляем все это дело на автоподбор и погнали все это дело надо ремнями это все зацепить потому что у нас же все по фэн-шую и везем все это дело на теплички теперь и приезжаем и на теплички можно в общем-то и ремни теперь отстегнуть и прям с машины загружаем самые теплицы рассаду сейчас валероны с нас опять денег возьмут ублюдки ну и ладно и паркуем нашего урала как обычно вот сюда вот здесь у нас стоит и вот вот и все вроде как сделал все что собирался до много времени на все это ушло много контента получилось зато вам вы должны быть рады а может быть и нет короче говоря пока мы тут катались но слушать он уже тут трохи даже засеял нормально работает быстро пацан красавчик что-то я не понял почему ты вот так вот тут сеешь что ты не поднял при развороте ты странный какой-то соответственно man у нас пока катается отвозит старый грунт пускай катается отвозит старый грунт новый трактор вон пошел сеять все к следующему разу все да сеет вальтер пока что у нас тут пашет плюс еще мтз-шка потом пройдется все это дело поудобряет еще лишний разок хотя может быть и мне впадлу будет ставить с самолета все это на хрен по запускаю все мы поудобряем с самолетиком до соответственно следующий раз мы выполняем контрактики собираем все эти поля и будет еще одна штука про которую я пока не буду спойлерить ну короче денег мы вслед к следующему разума следующий раз да будем зарабатывать бабосик так что чтобы вышла серия побыстрее не пленитесь поставить лайкусик эти дохера лайкусиков и серия выходит быстро а если их не дохера то то и не быстро вот на этом в общем то у меня все пишите свои комментарии всем огромнейшее спасибо друзья за просмотр с вами был никита дела и всем всего доброго пока пока